Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! И сегодня опять на обзоре продукт от компании Ugreen. На этот раз изучим вдоль и поперёк повербанк на 10 000 мАч. Вообще у компании Ugreen в ассортименте сразу несколько моделей портативных аккумуляторов. Данная модель одна из самых простых, её я заказывал по просьбе знакомого. Но если вы поддержите этот ролик, то я обязательно закажу и другие более продвинутые модели. Ну а сегодня поговорим о модели PB133. Этот повербанк на 37 Вт-часов, что составляет 10 000 мАч при 3,7 Вольта среднециклического напряжения аккумулятора. Повербанк упаковывается в фирменную коробку, в которой помимо самого устройства можно найти кабель для зарядки как самого повербанка, так и устройств от повербанка, гарантийную карточку, а также короткую инструкцию. Посмотрим на повербанк поближе. Устройство представляет из себя пухлую пластиковую коробочку размером 90 на 64 на 22 мм и весом в 188 грамм. На момент заказа был доступен только один цвет, белый, но на данный момент доступны также чёрный, красный и розовый цвета. Сам пластик, из которого сделан корпус, матовый и очень приятный на ощупь. Вообще, тактильно покрытие напоминает софт-тач, но им не является, оно намного крепче. Вставка в верхней части сделана из гладкого акрила и на ней расположены все входные и выходные интерфейсы. Так, для зарядки можно использовать либо microUSB, либо USB Type-C гнездо, а для получения запасённой энергии в нашем распоряжении два обычных USB гнезда. Данные гнёзда подписаны как 5 Вольт 2,1 А и 5 Вольт 1 А, хотя я более чем уверен, что гнёзда запараллелены, а данные обозначения служат одной лишь цели. Успокоить те, кто до сих пор панически боится подключать свой 1 А смартфон к гнезду, на котором написано что-то другое. Кстати, да, если на гнезде написано, к примеру, 2,4, 3 или 5 А, это совершенно не значит, что весь этот ток будет подан на устройство. Это так не работает. Лишь контроллер заряда аккумулятора устройства решает, сколько взять от зарядника. Для проверки остатка заряда и принудительного выключения повербанка на правой грани имеется небольшая кнопка, а для отслеживания количества оставшейся энергии предлагается использовать 4 LED-индикатора белого цвета. Ну и последним отличием этой модели можно назвать резиновую петлю на нижнем углу устройства. В принципе, мешает она не сильно, а в ряде ситуаций даже может пригодиться. Теперь по возможностям. И в этом плане перед нами совершенно обычный и простой повербанк. Никакой быстрой или беспроводной зарядки, все что нам доступно это 5 Вольт, максимум 2,1 А на оба гнезда и емкость 37 Ватт-часов. И с одной стороны, да, это скучно. Кто-то даже может сказать, что такие повербанки устарели, но на мой взгляд это не так. И попробую объяснить почему. Отсутствие быстрой зарядки можно расценить как минус, так и плюс. Дело в том, что когда для быстрой зарядки повербанк начинает превращать 3,7 Вольта аккумулятора, к примеру, в 9 или 12 Вольт, эффективность преобразователя и повербанка в целом существенно падает, и количество энергии, уходящее в тепло, а не в заряжаемое устройство, существенно возрастает. В итоге мы экономим время, но теряем в количестве энергии. Кроме этого, повербанки без быстрой зарядки, как правило, стоят дешевле. На мой взгляд, быстрая зарядка хороша в домашних зарядниках, когда нам надо по-быстрому подзарядить гаджет и бежать по делам. А вот повербанку торопиться уже некуда, он путешествует вместе с нами, ну а высокая эффективность точно не будет лишней. Так что современные технологии это точно круто, но их отсутствие это не всегда плохо, и современность повербанка может проявляться, к примеру, в высокой эффективности преобразователя или долговечности аккумулятора. Надеюсь, я понятно объяснил, почему этот и подобные простые повербанки до сих пор актуальны. Теперь давайте перейдем к проверке характеристик устройства. Начинаем, как обычно, с замера максимальной отдаваемой мощности. Для начала измерим мощность на гнезде, помеченном как 1 Ампер. Подключаем к нему тестер с нагрузкой и сразу подаем нагрузку в 1 Ампер. Отлично, с напряжением полный порядок 1 Ампер получаем. И да, как я и думал, естественно, это гнездо может выдать и больше. Попробуем найти максимум. И я думаю, что максимум, который можно снять с данного гнезда, это 2,4 Ампера. Что ж, это даже чуть больше, чем нам обещали. Теперь попробуем второе гнездо. Естественно, это гнездо выдает столько же, как я и думал, гнезда запараллелены. Чтобы это доказать, давайте подключим к первому гнезду еще один тестер с нагрузкой. На данном нагрузочном модуле выставлен также 1 Ампер. Подключаем нагрузку. И устройство уходит в защиту. Так я и думал, гнезда запараллелены. И максимальная мощность на оба гнезда находится в пределах 2,4 Ампер. Также, что касается минимального тока зарядки. Этот ток составляет около 10 мА. И это очень низкое значение, которое, по сути, позволяет заряжать от этого повербанка даже самые небольшие устройства, такие как Bluetooth гарнитуры или фитнес-браслеты. Так что зарядка сверхмалым током присутствует, хоть и не вынесена, в отдельный режим. При этом, естественно, функция автоотключения у этого повербанка также присутствует и срабатывает, когда ток снижается ниже этих самых 10 мА. Теперь самое время измерить емкость повербанка. Как заявляет производитель, емкость встроенного в повербанк литий-полимерного аккумулятора составляет 10 000 мАч при 3,7 В среднецикличного напряжения. Соответственно, перемножаем первое значение на второе и получаем 37 Ватт-часов. При этом, КПД преобразователей современных повербанков составляет около 90%. Значит, от 37 Ватт-часов отнимаем 10% и получаем 33,6 Ватт-часов. Примерно столько мы и должны получить при замерах. При этом, попробую наглядно объяснить, почему обращать внимание будем именно на Ватт-часы, а не на мАч. Дело в том, что Ватт-часы это независимая, показательная сама по себе единица. В то время как Ач эта величина зависимая от напряжения и сама по себе абсолютно ни о чем не говорит. Давайте для примера возьмем две литий-полимерные батареи. Одну на 4200 мАч, а вторую на 3300 мАч. И оценив значение в мАч, многие подумают, что первый аккумулятор имеет большую емкость и ошибутся. Дело в том, что напряжение первой батареи в среднем составляет 11,1 Вольта. И при емкости в 4,2 Ач мы сможем получить от нее в 46,6 Ватт-часа. Ну а напряжение второй батареи составляет 14,8 Вольта, что при емкости в 3,3 Ач дает 48,8 Ватт-часов, что соответственно больше. Так и получается, что работа с Ач требует дополнительных данных и расчетов. И в наших замерах мы не можем просто взять и сравнить емкость в 10000 мАч аккумулятора повербанка с теми мАч, которые получим при замере. Так как напряжение на аккумуляторе и на выходе из повербанка разное. А вот Ватт-часы можно сравнивать и сопоставлять без дополнительных расчетов. Поэтому смотреть будем именно на них. Надеюсь я доступно объяснил теорию. Если вы хотите узнать больше о тонкостях зарядки устройств и анализе данных, в описании я оставлю ссылку на пару интересных статей, написанных доступным языком. Ну а мы переходим к самим замерам. Продолжение следует... По итогу тестер насчитал около 33,3 Ватт-часов. Напомню, мы должны были получить 33,6 Ватт-часов. Разница между расчетной и полученной емкостью менее 1%. Думаю это можно списать на погрешность и констатировать, что емкость повербанка честная и полностью соответствует заявленной. Однако теперь встает другой вопрос. Уверен многие зрители хотели бы спросить, как понять сколько раз от такого повербанка зарядится смартфон. И сделать это можно двумя способами, грубым и точным. Чтобы грубо прикинуть число раз, можно просто разделить емкость повербанка в 10 000 мАч на емкость аккумулятора вашего устройства. Такое деление условно допустимо, так как напряжения и заряжающего, и заряжаемого аккумулятора одинаковые. Предположим, что емкость аккумулятора вашего смартфона 3000 мАч. Делим 10 000 на 3000 и получаем 3 с небольшим раза. Но при этом стоит помнить про потери на преобразовании, из-за которых эти 3 с небольшим раза скорее всего превратятся в 2,5-3 раза. Ну а если хочется посчитать точно, стоит пересчитать емкость аккумулятора вашего гаджета в Ватт-часы. Для этого умножаем те же 3000 мАч на 3,7 Вольта и получаем чуть более 11 Ватт-часов. Ну а зная, что эффективная емкость повербанка равна 33,3 Ач, несложно понять, что он зарядит наш смартфон ровно 3 раза. Правда тут стоит оговориться, чтобы получить эти полные 3 раза, заряжать устройство нужно в выключенном состоянии, чтобы его текущее энергопотребление не влияло на процесс зарядки. Я специально наполнил этот обзор большим количеством теории, так как из раза в раз вижу, что все еще очень многие люди не особо понимают, как происходит процесс зарядки и преобразования энергии. Думаю, теперь таких станет еще меньше. В любом случае, все тесты и обзоры абсолютно прозрачны и наглядны, и все они полностью подтверждают состоятельность и честность этого повербанка от Ugreen, так что я могу смело рекомендовать его к покупке. Ссылку на него я, как обычно, оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все. Если обзор вам понравился, не забудьте поддержать его своим лайком, комментарием и репостом. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее. Субтитры сделал DimaTorzok